Воконность темы графический комплекс персонального бренда фотографов. Добрый вечер, еще раз комиссия. Тема моего дубного проекта зафиксированного комплекса персонального фотографа. Как фотограф я занимаюсь патриотными съемками, очень редко отхожу от них в сторону предметов либо пейзажа, потому что считаю, что сфиксируясь на одном жанре, можно достичь больших персонализмов, но тоже без срока. Зачем фотографы в фильме риски? В наше время осталось впечатление, что рынок фотографий переполнен, но на самом деле это не совсем так, потому что если не может как разобраться, бесподветься, то божественный садок — это непрофессионалы, которые, зачастую, не могут выдать достаточную качество своих работ. И с другой стороны, есть проблема тоже в том, что даже профессиональные фотографы, участок, не бегая по слухам дизайнеров, и не задумываются о стационировании себя, как проекта. Это создает в области заказчика, потому что тяжело понять и выбрать фотографа, не на области сначала. Именно поэтому я считаю, что разработка новостейного стиля очень важна для фотографа, если он хочет завидеть себе и изменить какую-то зеленую нишу в своей области. Более того, в помещении новостей фотографов у нас будет не только разработка логотипа, каких-то элементов, но также и построение всей работы с клиентом по ПКО на более максимально продуманном уровне. То есть, от момента общения с заказчиком обсуждения идей, презентации ему в своей какой-то продукции и встрече до передачи ему готового продукта в руки. Смотрите, есть большая эстетическая разница между пересыланием на почту высоких мегабайт фотографий и передачей его в руки о том, обещанной фотокниге. Причем, клиент обычно не осознает ценности готового продукта, пока не увидит его не пощупать руками, потому что фотокнига имеет взрывное качество. Она имеет фактуру бумаги, свет, вес. Это заставляет ценить ее и понимать, что она стоит свои деньги. Даже если в ходе встречи, презентации книги клиент не заказывает ее у вас, все равно, с фактом, что вы можете такое показать, формирует у вас более благоприятное мнение, и держится в более профессиональных глазах клиента, способствует его по принятию решений в стольных сотрудничествах с вами. Готовая создала фотокнигу, ну, в общем, я думаю, дала понять, что фотокнига является основной частью моего нового проекта, потеряю особенное внимание. В качестве темы я выбрала проект для своих подсветников, который был снят в рамках рекламной кампании одной из ролевых книгных игр, как и этот стол Джордж Маттер. Ну, сейчас уже популярная известная сада и сериал, но именно в этом проекте была цель инвестировать книжных персонажей, не привязываясь к сериале. И была особенно большая команда людей, более 14 моделей, отличные сортовы, различные пизажисты, геймеры, костюмеры. Большая работа, и команда этим работала, и я рада, потому что получила саму штуку, по моему, достойный результат. Я упомянула о том, что эта книга, в этой съемках проводилась официальной рекламной кампании для ролевой ролевой игры. Почему я? Потому что основной целевой историей являются представители ролевого конструкторского движения. Чтобы было понятнее, на виде реконструктора это люди, которые отличают историю, различные, любят вороческий процесс проявления ролевая игра, это такой театрной аккровизации, где люди отыгрывают какие-то роли, не привязываясь к картинально-подуманному сюжету. То есть это люди все глубоко творческие, креативные, и вот эти люди очень любят игрографироваться. И люди представляют мою основную культуру, я прекрасно понимаю всех желаний, всех потребностей, потому что сама являюсь частью этого движения, а собственно для них это вот книга и вообще весь информационный стиль. Я разработала логотип, продала шрифты, цельные, с текстурой цвета. Думая о стиле, я хотела, в связи с вами, чтобы стиль был обычным предложением моего самого фото стиля, потому что я снимаю что-то сказочные, компенсивные, эстетические тематики, и чтобы при этом он не был передушен какими-то сказочными футбушками, которые бы осегощали его понимание. Ну и просто хотела, чтобы стиль был понятен и лег по сердцу по душе моих официальных клиентов. Поэтому в качестве основной текстуры буквально текстура красной бумаги, основной шрифт и логотип по электродейкам. Он очень декоративный сам по стиле, поэтому я решила, что его достаточно и не нужно предупредить стиль работы. В качестве двадцатого шрифта я использовала шрифт-философер. Он тоже достаточно отсиденцы сахарским и декоративным, но в небольших массовых текстах смотрится хорошо. Также специально для книги для заголовков был выбран третий шрифт-форум. Он выбран как отсылка к сериалу все-таки, потому что большинство людей я не читала книги ну а из ракции Габристова. В сериале был создан шрифт-философер. Крифт-философер я бы не нашла, но форум у него довольно похож. После него подработала буква O, добавив туда характерные ротчерки и делать заголовку узнавания. Ну, так и всего прочего я должен добавить, что шпуры в Миросипе ввести я думаю не столько в личном движении как в бренде, но и в создании команды по своим началам которая бы смогла представлять меня не просто как фотографы но и как бренда поэтому у меня не фотография а именно фотография потому что это может быть небольшой командой людей все об этом сейчас идет то есть это будет команда тушеров, ассистентов, тренеров и это моя цель в ближайшие месяцы после защиты и все в целом все спасибо и кто в вопрос логотип это что для длисов что логотип созданный из шрифта лего я бы сказала это ваш шрифт но я его поддоктировала в момент когда я проиграла с различными интервалами в начале было очень много разных вариантов логотипов было постепуемо из шрифтов и почти один из трех вариантов у этого логотипа был сглазан между группами но было решено что это перегружают все-таки и поэтому глаз убрали и остался чисто ничем не применен и вот здесь ну вот здесь вот здесь вот здесь вот старик очень хорошо видно видите вот мы чуть-чуть растаяли на русском старалась разница между н это почему-то резало мне глаз когда н на разном уровне отличаются ниже все и дальше н надо наоборот после буквы м это в начале свободно а дальше не было плотно и потомки сначала были потом фото драйфы тоже чуть-чуть 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 не не а папа забыл еще про книжку я только хотела ее сетеческом стиле поэтому шифт подбирал такие более длинные сказочные стиле бумаги тоже не случайно и поля и делала это тоже так а можете прояснить понятно вы про ролевиков пишите в размере станет прав развития ролевых в СССР и СНГ появляется хорошая материальная база например дорогие костюмы генераторы электричества как это понятно генераторы электричества в 19 веке появились нет там не ввиду что все это привелся со временем в 19 веке а что со временем то есть развитие ролевых рыбок генераторы электричества когда они возят программное компьютерное обеспечение в 19 веке такое тоже бывает был потрясающий совершенно проект лет 5 назад где в мастерской группе была смоделирована реальти-шоу торжевание и по всему лесу и различные мониторы и внутренние специальные игры понятно с с с с с с с с с Немножечко с облезки, немножко сверху сильно много влезло, если мы тоже на этой греховой гипографии. Отначально, на диске в подлезке она так должна быть. Вопросов нет. Сомненным с застоинствами данной работы можно считать отличный уровень владения компьютерными технологиями, а также высокое качество используемых в ходе работы, источник и приложить. Не стоит забывать о практической значимости в условной функционной работе, которая может стать примером ответственного подхода к делу, реактивности, а также достижения целей фотографа-специалиста в своей области. Мелкие недочеты не снижают благоприятного впечатления от высокого уровня проведенных исследований. Работа показывает, что автор является положительным, кондициалистом и натрует высокое оценку. Ну, что я могу сказать, что это замечательная работа и этого замечательного специалиста. Я могу назвать ее действительно специалистом, действительно, можно даже сказать, моим соратником, каком-то роли. Потому что фотографии сделаны действительно на высочайшем профессиональном уровне. И еще самое выдающееся, что было в этой работе, это, конечно, потрясающая организационная способность. Потому что так как человек организовывает людей, я, честно говоря, давно с таким не сталкивался. Потому что это на уровне очень классного, очень дорогого журнала. Вот, скажем так, я работал с журналом «Эль», там организация «СССР». Вот. По организации «СССР». Просто упаковочки. Вот. Тем более я знаю, как сложно работать с модельными мужчинами и заставить их нормально сработать. Это вообще задача фантастическая. Поэтому работа, на мой взгляд, и все, что мы должны делать.